Уважаемые друзья, мы посмотрим яркую победу Ливона Роняны черными на Дуэс Лисо с замечательным филиппинско-американским гроссмейстером тоже Разыграна защита Немцовича Система Земеша, самый принципиальный вариант в защите Немцовича когда белые нисколечки не боятся сдвоения своих пешек на АЦ3 потому как хотят осуществить вот эту идею захвата центра по Земешу подрыв, ход который конкурирует с ходом Д5 за первенство закрытие центра происходит и после хода рокировка, ну вот столкнулись две стратегии то есть очевидное превосходство белых пешечной массы в центре с одной стороны, вот с другой стороны вот эти все поля белые как бы претендуют с другой стороны у черных конечно перевес развития явный и после хода Д6 конь Е2 здесь у черных главными ходами считается Б5 что очевидно достаточно, да, удар такой по конструкции центральной ЕД с последующим ходом конь Д7 ну а Ливон играет пока А6 усилит такое какое-то напряжение и после хода А4 вот здесь делал такой ход слон А5 казалось бы неспешный белый как-то укрепляется значит ЕД, ЦД и после хода конь Х5 начинает ощущаться, что вот какую-то белую неспешность я бы сказал на грани с пассивностью все-таки удается как-то использовать потому что возникает тема уже ферзя на А4 подрыва Ф5 всему этому как-то он пытается препятствовать ходам Ж3 но конь начинает подтягиваться и вот видится уже такой вот, например, маршрут с матом на Д3 поэтому нужно какие-то тоже меры предпринимать а одновременно наносится удар по ферзевому флангу и после хода Ж4 ход, который мне, честно говоря, совсем не нравится потому что он и, в общем-то, позволял ферзь А4 изучить ход да и Б4 выглядит достаточно мощно потому что бить на А5 как-то совсем не хочется побьем на С3 потом опять-таки будет шаг на А4 а на отступление следует после ферзи А4 шаг такая, в общем-то, ожидаемая же фигура когда, да, то есть вроде можно съесть но тогда просто глаза разбегаются от тех возможностей, которые у черных есть и вторжение коня и там кема со слону Н3 и, конечно же, Ф5 то есть колоссальное количество идей после слона Е1, Ферзь А6 все-таки фигура принимается в жертву ну тогда вот конь Б3 наносится удар ну и уже давно уже нельзя ничего сделать ничего прописать то есть Аронян в этой партии действует действительно мощно доминантно, все фигуры подключаются он играет конь Б4 висит на Е2 открывается линия С по этой линии сейчас, конечно же, войдут черные ладья но это не приметно делать вот, и такая блокадная еще история Б3 висит не поворачиваться назвать это жертва уже то есть это и подготовка ладьи С2 после хода конь Б3 слону Б6 начинает сейчас угрожать смертельной силой Д3 и Ферзь Б2 временно какое-то отступление оно никак на характер борьбы не повлияет слону Ф5 это для того, чтобы провести пешки иначе движение, если Ферзь отойдет может там пешку Е вот поэтому попытка блокады шах Ферзь Ф4 ну и просто перед лицом всех угроз, которые только могут быть сдался, потому что главный, конечно, это ход Д3 помимо слон бьет на Е4 помимо там слона ШТ в общем все угрозы и конечно, эту партию Аронян провел на одном дыхании а Уэсли со стратегическими задачами, конечно, здесь не справился прекрасная победа, действительно шедевральная Ароня Ароня